И всем здарова, народ! Сенка на связи! Сегодня у нас в магазине появились сундуки на китайский средний танк 8 уровня Т-34-3. И как коллекционер и донатер я не мог пропустить эту акцию, в кавычках, мимо себя. Я купил 20 контейнеров на Т-34-3. И попробуем выбить его все-таки с этих 20 штук. 121Б я выбил на 20... Нет, на 20, на 26 контейнер вроде бы. Посмотрим, смогу ли я выбить Т-34-3 из этих 20 штук. Будем надеяться, что все-таки смогу. Но как мы можем видеть, на эти сундуки цены в два раза ниже. Чем на предыдущие. Но из них все равно они не стоят 400 рублей. Каждый из них. Потому что, грубо говоря, 12 часов према и 10 бустеров. Ну, это совсем не то. За 379 рублей можно купить 1400 голды. Так, идем дальше. А 1400 голды никак не равняется 12 часов према и паре бустеров. Вот, пожалуйста. Танк в ангаре. Я рад, что не пришлось опять покупать еще 20 штук. На восьмом контейнере, кстати говоря. Восьмой уровень. Вот так вот он у нас выглядит. Легендарных камуфляжей на него нет. Очень жалко. На всеми нами любимом деструкторе. Но с улучшенным сведением. Тем временем продолжим открывать контейнеры. Потому что вдруг выпадет еще один танк. Я не знаю, какая будет за него компенсация. Но кредиты мне явно не помешают. Так, опять бустеры. И сертификат на према аккаунт. 750 золота. Вот 750 золота это ровно половина того, сколько должен стоить сундук. То есть вот тот сундук, грубо говоря, один в один он бы стоил рублей 200. Где 750 золота было. А все остальное максимум не за 379. А просто за 79. Было бы оптимально. Ну, походу, второго танка у нас не будет. Тем временем у нас остается 6 сундуков всего лишь. Опять бустеры. Давай еще голды. Скоро же еще выйдет 30Б. Так не хочется выкупать 90-ка, честно говоря. И проще за свободку сразу же исследовать. Опять бустеры. Опять према аккаунт. Которого у меня столько, что... Я даже не знаю, куда его девать. 250 золота. Ну, сундучки такие, ни о чем. Если вы не ярый коллекционер, который собирает... У которого цель собрать все до единого танка, то я вам ни в коем случае не советую покупать данные контейнеры. Потому что, по сути дела, это просто пустая трата денег. Тем временем у нас последний сундук. Танка, скорее всего, не будет. 7 сертификатов на 9 часов премиум аккаунта. То есть, это даже не 4 часа према. Это за 379 рублей. По-моему, это реально бред. Бустеры опыта выпадут. Ясно. Итак. Подведем итог. Танк стоит покупать только в том случае, если у вас в ангаре находится не менее чем 80-90 премов. В другом случае В другом случае вот вам Т-34-2 он будет 1 в 1 как и Т-34-3 просто не премиум. Все. Ну, вот это лично мое мнение. Лично мое мнение. И судя по характеристикам, это плюс-минус похожие танки. С одинаковыми уэнами и совсем похожим. Ну, а на этом я буду заканчивать. Не забывайте подписываться на канал Ромы на группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Также ставить лайки, потому что делаю эти видосы я только для вас, чтобы вы знали стоит ли это покупать, что выпадает из контейнеров и на каком сундуке, в принципе, это все дело может вытасть. Также в скором времени у Ромы будет стрим по Конору Гневному. Либо он уже был, скорее всего. Не забывайте посмотреть его, так как этот танк ну, скажем так, средненький, но у него самый высокий коэффициент фарма в игре. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи, подписываемся на канал и группу. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok